Любовь к технике и желание помочь людям – вот что объединяет семь самарских волонтеров. Они дарят вторую жизнь устаревшей, списанной или ненужной технике. Мастера принимают ее у всех желающих, ремонтируют, чистят, настраивают и в готовом виде передают тем, кто в ней нуждается, но не может себе позволить. Это некоммерческие благотворительные организации, сельские дома культуры, библиотеки и детские объединения. За два года специалисты уже восстановили и передали в Дар более 160 единиц техники. Мы в ноябре запустили акцию, мы сами приезжаем за техникой к людям и забираем у них ее, причем рабочую, не рабочую, без разницы. И люди очень хорошо прореагировали, то есть там было в районе 3000 просмотров, куча лайков, куча комментариев, все-таки писали, о, классно, наконец-то, давно пора. И люди начали активно включаться, именно частные люди, то есть обычные, не организации, а именно люди. Поэтому мне кажется, что всем нравится эта идея, просто не все про нее знают еще. Проект «Технодар» – это уникальная и эксклюзивная история Самарской области. В России нет подобных проектов. Поэтому волжские техники-энтузиасты, заручившись поддержкой офиса цифрового развития региона, планируют распространить его по всей стране, чтобы помочь большому количеству некоммерческих организаций и к тому же благотворно повлиять на экологию. Техника не попадает на полигоны, то есть если ее физическое лицо просто выбрасывает в контейнер, она попадает на полигоны. А она все-таки достаточно вредная, потому что там и пластик, редкоземельные тяжелые металлы. В общем, серьезный вред окружающей среде. Это раз. Второй момент – это польза общественных организаций, потому что передача в организацию – это все-таки помощь, скажем так, уже десяткам человек, а финансов-то особо у некоммерческих организаций нет. Ненужную технику можно передать в ДАР либо лично по адресу проспект Ленина, 10, либо оставить заявку в социальных сетях. Тогда ее заберут из вашего дома или офиса. Ту электронику, которую никак не восстановить, волонтеры отправят на переработку. Остальное обязательно передадут тем, кто в ней остро нуждается. Елена Малютина, Сергей Баскин. События.